Всем привет, меня зовут Николай, я технический специалист компании IAM Solution. Мы продолжаем серию технических роликов про медиаплееры BrightSign, а также про программное обеспечение сопутствующее, то есть про BrightSign Author. Это основная программа для настройки плееров, для создания презентации и для публикации презентации на конечные плееры. В дальнейших видеороликах мы также познакомимся с ПО под названием BrightSign Network Enterprise Edition. Это серверная часть, которая устанавливается у вас на сервере и служит для управления сетью плееров. Применяется она тогда, когда плееров у нас более, скажем, 30-50 штук. Значит, данный видеоролик будет посвящен так называемому BrightSign App. Значит, что это такое? Мы записываем подобные видеоролики, когда получаем некие запросы и вопросы технического плана от наших клиентов. Данный крупный клиент интересуется, что такое BrightSign App, как им пользоваться и для чего он нужен. Сейчас я вам это расскажу. Значит, на официальном сайте производителя вот есть упоминание BrightSign App. Краткое описание, что это такое. Значит, это приложение, которое может быть установлено в данный момент на iPad или iPhone, поддерживает операционную систему iOS. С андроидами, сразу скажу, пока не работает. Значит, служит оно для того, чтобы вы могли оперативно менять тот или иной контент на ваших плеерах в рамках презентации. То есть, например, администратор торгового зала, кафе, ресторана может поменять оперативно на своем дисплее любой объект. Будь то картинка, видео, бегущая строка, либо вывести какое-то расписание. Можно убрать в меню борде оперативно цену поменять, либо название блюда. В общем, эта штука удобна и все чаще-чаще наши клиенты ей пользуются. Вот. Значит, сейчас я научу, как с ней работать. Значит, для того, чтобы с ней работать, сначала ее надо скачать. Да? Значит, вот в iOS надо зайти в App Store, скачать программу BrightSign и открыть ее для начала. Вот. Далее. В самом... В самой программе Bright Author нам нужно законфигурировать будет плеер для работы в локальной сети, потому что наш плеер и планшет должны будут находиться в одной локальной сети. Вот. Здесь диагностический сервер выбрать, локальный веб-сервер, указать логин, пароль, какой вам удобен. Я указываю админ 5 пятерок всегда. Значит, произвести конфигурирование плеера под работу в локальной сети. Если у вас есть Wi-Fi модуль, дополнительно вы приобретали, устанавливали в плеер, соответственно, здесь нужно настройки тогда будет для него произвести. Видите, у меня wireless вкладка недоступна, у меня модуля нет. У меня плеер к роутеру подключен кабелем. Вот. Значит, конфигурируем плеер, устанавливаем флеш-карту непосредственно в плеер. После чего он у вас появляется вот здесь. Если он не появился, то, скорее всего, у вас нету модуля под названием Bonjour. Этот модуль используется для того, чтобы программа Bright Author могла автоматически сканировать сеть на предмет Bright Sign устройств. И они тогда будут автоматически у вас размещаться в этом списке. Если у вас Bonjour не стоит в системе модуля, его можно поставить просто, например, iTunes поставить. Он идет вместе с пакетом. Есть альтернативные способы установки Bonjour в Windows. Об этом можно просто найти информацию в Google. Значит, у меня мой плеер появился. И теперь все, что мне нужно сделать, это найти его в Bright App. Надеюсь, вам видно. Значит, в правом верхнем углу программы мы заходим вот сюда, Bright Sign Unit. У меня уже плеер найден. Если у вас плеер не найден, то вы нажимаете кнопочку вот здесь, Manage Active Bright Signs. Здесь добавляете его по IP-адресу. Могу сказать сразу, что в 90% случаев, если у вас одна под сеть, все работает, то это не потребуется делать. Программа найдет плеер автоматически. Вот здесь она показывает его название и IP-адрес. Здесь мы можем выбрать конкретный текущий плеер, с которым мы будем работать. В данном случае он у нас один. Нажимаем кнопку Save. Теперь возвращаемся в Bright Author. Здесь нам нужно создать какую-то презентацию простую и продемонстрировать вам, что Bright App работает. Значит, вот две картинки. Мы сделаем переход UDP Event нам нужен. UDP Input Event. Здесь мы указываем команду 1, а лейбл пусть у нас будет любой, допустим, Next. То есть 1 это UDP команда, которая посылает Bright App плееру, а лейбл это, грубо говоря, название кнопки, которую мы будем видеть в самом приложении на планшете. Обязательно здесь ставим Show in Bright Sign App галочку, иначе работать не будет. Создаем еще один input, возврат на первую картинку. Здесь команда 2, здесь будет тогда Next 2. Собственно, неважно. Все. Ctrl-S, сохраняем презентацию, публикуем ее на плеер. Вот. Теперь нам нужно обновить вот здесь кнопочку, нажать обновить. Значит, кнопка Next осуществляет переход с первой картинки на вторую. Кнопка Next 2 осуществляет переход со второй на первую. Все. У нас работает. Значит, сейчас я продемонстрирую непосредственно вот задачу клиента такая стоит. 4 видеоролика нужно выбрать. Вот у меня есть как раз коротенькие видеоролики для демонстрации. Мы их сейчас добавим в интерактивный наш плейлист. Сделаем следующим образом. Значит, у нас переход между роликами будет осуществляться как по MediaEnd ивенту. Причем последний видеоролик. Давайте мы присвоим. StateName удобное. Какой-нибудь End. И вот здесь MediaEnd мы тащим с последнего ролика на свободное пространство. Transition to New State. Выбираем End. И окей. Таким образом, у нас первый ролик переходит на второй, второй на третий, а третий на четвертый. А четвертый уже будет играть бесконечно зацикленным. Итак, сохраняем. Публикуем. Значит, сейчас мы UDP команда не вводили. То есть у нас просто переход с ролика на ролик осуществляется обычным ивентом. По завершению одного ролика стартует следующий. Но нам нужно сделать так, чтобы мы не в зависимости от MediaEnd ивента могли применять UDP команды. Или вовсе убрать вообще MediaEnd ивенты и осуществлять переход между объектами только UDP командой с планшета. Ладно, оставим MediaEnd. Просто пропишем дополнительный UDP. Давайте сделаем кнопки 1.1, чтобы не путаться. Здесь 2.2, здесь 3.3, а с последнего ролика также на свободное пространство 4, transition to new state. У нас должен быть последний ролик зациклен. Допустим. Но если мы с последнего захотим перейти на первый, давайте добавим еще одну UDP команду. Перетащим UDP event на первый ролик. Здесь добавим Start. Вот такая будет команда. И также Label. У нас такая же кнопочка будет. Все. Ctrl-S. Publish. Выбираем Player. И публикуем на Player. Все. Здесь у нас программа обновилась. Если она не обновилась, вот здесь Update нажимаем. Как видите, кнопочки у нас есть. Можно осуществлять переход 1, 2, 3, 4. И причем можно осуществить переход обратно на первый ролик. Раз, два, три, четыре. Четыре. Это у нас старт последнего ролика, насколько вы помните. Старт на первый ролик. Здесь, видите, автоматические кнопки располагаются хаотично. Поэтому здесь вы можете, вот есть панелька, вы можете их расположить длительным нажатием. Вот сюда расположить в нужном вам порядке. Раз, два, три, четыре. Старт пусть будет. Сейв нажимаем. Вот они уже выглядят более симпатично. Вот. В общем, все, что я хотел рассказать про Bright App. На его основе можно делать очень удобные презентации. Точнее, как бы презентации могут быть, включать в себя UDP команды. А UDP команды, собственно, уже позволяют нам управлять объектами с планшета, с телефона. Это очень удобно. Применяйте BrightSign App. По любым вопросам, которые у вас возникают с его работы и по плеерам в целом, пишите мне на support. Собачка. I am solution.ru Меня зовут Николай. Всем спасибо за внимание и до связи. Продолжение следует.